Ультрабуки Перед нами модель V5 571G. Диагональ экрана ноутбука 15,6 дюйма, но при этом он на 30% тоньше, чем ноутбуки того же класса. Толщина модели 23 мм и, что характерно, инженеры не стали отказываться от оптического привода, возложив на себя задачу по уплотнению начинки в ограниченном пространстве. Девайс выполнен из приятного на ощупь пластика, цвет смоуки-блэк, то есть дымчатый черный. Сборка не вызывает никаких нареканий, сразу видно, что устройство качественное. Весит аппарат 2,25 кг. На левом торце находится гнездо для зарядного устройства, сопло системы охлаждения, разъем для переходника на VDA или интернет, FDMI, три порта USB, один из которых 3.0, прошу заметить, и разъем для наушников. На переднем торце слот для карт памяти SD, а также пара индикаторов. Справа уже упомянутый дисковод и отверстие для замка Кенсингтона. Снизу только решетки вентиляции, а также отсек для плана кооперативной памяти. Так что в случае чего возможен даже небольшой апгрейд. Крышка открывается легко, но проблем с фиксацией не возникает. Она запросто фиксируется даже вот в таком положении. Все благодаря вот этой широкой петле. Дисплей имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение 1366х768. Защитная поверхность глянцевая, но пугаться бликов не стоит, так как экран покрыт специальным составом, который с этими бликами справляется в большинстве случаев. Клавиатура UV5 островного типа, и здесь даже есть цифровой блок. Использовать его гораздо удобнее, нежели набирать числа из верхней строки с синдромами. Над ней находится кнопка включения с индикатором, а под клавишами большой тачпад. У него матовая приятная на ощупь поверхность, так что даже при длительной работе гарантированы тоже только приятные ощущения. Отдельное спасибо разработчикам за качество распознавания жестов. В частности, за инерционную прокрутку, которая практически не тормозит. Данная конфигурация ноутбука построена на базе свежего интеловского чипсета Ivy Bridge и комплектуется мощным процессором Core i3-2367M с тактовой частотой 1400 МГц, 4 гигабайтами оперативной памяти DDR3 и двумя видеокартами, встроенной графикой Intel HD Graphics 3000 для повседневных приложений и новейшим графическим адаптером NVIDIA GeForce GT 620M с гигабайтом памяти DDR3 для трехмерных игр. В зависимости от типа задачи, технология NVIDIA Optimus автоматом выбирает соответствующие графические процессы. Экономичную интегрированную графику или высокопроизводительную дискретную карту NVIDIA. Подобная схема гарантирует длительное время автономной работы, высокую производительность и мультизадачность. На жесткий диск объемом 320 гигабайт установлена 64-битная система Windows 7, версии домашняя расширенная. Она позволяет решать большинство задач и при этом недорога, что позволяет снизить общую стоимость устройства. Производительность конфигурации встроенным в софтом Windows оценивается в 4,7 балла. Слабое звено здесь интегрированное видео Intel HD. Это очень недурно для портативного легкого устройства. Четырехъячеечная литий-ионная батарея позволяет работать ноутбуку порядка 5 часов при низкой нагрузке. Если выключить Wi-Fi и выкрутить подсветку на минимум, удастся выиграть еще минут 40. Если же начать рубиться в какую-нибудь игрушку, подключится дискретный видеоадаптер и съест весь заряд часа за полтора, не больше. В целом показатели довольно неплохие. Мобильным пользователям пригодится технология Acer Instant Connect, которая запоминает наиболее посещаемые точки доступа, позволяя подключаться к интернету всего за 2,5 секунды, что в 4 раза быстрее традиционных технологий. Как видите, Acer Aspire V5 получился очень функциональным. Он и не слишком большой, чтобы постоянно держать его дома на столе, и не слишком маленький, чтобы на нем было неудобно работать. Для дальних поездок и командировок, а также для повседневной работы – то, что надо. Это и многое другое вы можете найти в интернет-магазине «Связной». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok